Привет, Петя, тут солнечная, тут все на проводе, сейчас вам буду рассказывать за свои зубы, жаловаться не буду, так точно. Ксюша, Роксана, здоровайся со всеми, рассказывай за свой сон. Смусорный сон, то время, тысячу, какой-то... Ну, какой-то там, какой-то эра другая. Да, еще только вот когда уже начиналось строиться, города какие-то, вот у нее машины работают, люди работают, все старые, я думаю, боже, что это, куда я попала, мосты в Турции, вот, получается, в Стамбуле, когда строили, вот, мост этот, мне снится, девчонки, напишите там в комментариях, кто умеет из вас трактовать сны, я знаю, что есть такие. В то время не снесло, все только строилось, начиналось. Ну, ты счастлива была во сне? Ну, я хочу, не, мне что-то было страшно, мне было страшно, и как-то неприятно так, не знаю. Ну, новое, оно всегда, все новое, всегда сопровождено какой-то неуверенностью, риском, страхом. Чувствия, которые похожи на него, а это просто никогда не снесло время, прошлое, еще, наверное, не то, что дедушек наших, а прадедушек. Девчонки, ты видела только мост, да, что ты запомнилась, да, только мост. Вот, стройки, как типа, вот, что-то, вот, эскаватор прям видел. Эскаватор, машины, люди, прям, видно, даже старые вещи, какие-то шарки, все серые. То есть он серый, да? Но ты рассказывала такие мелочи, потому что они тебе же потом в сон расскажут. Больше деталей говорили. Ну что, время сон. Ты себя видела? Не, не видела. То есть ты со стороны наблюдала? Да, ну что-то время попала. Ну что, запомнилось, это только машины, вот эти эскаваторы и мост? Да, стройки и мост, да. Дома возвышались? Вообще, до момента просто какой-то такой рабочий процесс. Да, процесс. Хорошо, Оксаночка, мы почитаем, что девушка не пишет. Там малые люди. Сейчас я сяду, вам буду рассказывать за свою улыбку голливудскую девочке. Наверное, что она когда-то будет у меня, понимаете. Только надо где-то лавочку найти. Видите, как подпухло. Но я сегодня уже разговариваю, я улыбаюсь. У меня уже мимика. То есть я в десна просто что-то пухло, а я уже не чувствую. Сейчас буду по... Сяду уже, буду сейчас рассказывать. На волосы не пошла, Ева заболела. Перенесла встречу. Перенесла встречу. И да, я осталась безголазная хмута. Три пира на голове. Так, короче. Маша, Ника. Всем привет. Маша принесла пятерку. Да, по какому предмету пятерку принесла? По математике. Мас и маска. У меня сегодня тоже это. Мне положили где-то... Я забыла сколько. Маска тоже не стоит, это маска. А дойдет не могу. Хороший, сейчас буду рассказывать. Занимается. У нас в Италии таких вот нет площадок. Сейчас я психи скажу подолгу. Розочки. Слышишь, Роксана, у нас в Италии вот таких площадок нет открытых. Вообще. Если хочешь заниматься, плати деньги, иди в спортзал. У нас такого нет. У нас нет такого. У нас все за деньги, только в спортзалах. Когда ко мне приезжала Кума, она же удивилась. Она говорит, где площадка? Я говорю, ну вот в парке есть турник один. Она говорит, в смысле? Я говорю, да. Харамысли. Дом будет. Это он дом рабочий или он еще сдаваться будет? А, это автопарк. Автостоязь. А, ага. Ага, понятно. Сказываю. В общем, значит, сумма, которая у меня выходит на зубы. Вот она у меня на заставке. Все расписано, кстати. Он был прав. Написано, 4 импланта это 40 тысяч. Вот. Я должна была прописывать ими 40 тысяч. Я турецкий не знаю, я не так поняла. 22 импланта это 130. Ой, 22 фиксы, я так понимаю, это от виниры. 22. У меня она стоит прямо на заставке на телефоне. А вот. Все в итоге 170. Он делает скидку на 120 тысяч. На полный рот он делает на турецкая лира 120 штук. Он делает на 50 тысяч скидку, так как мы вдвоем пришли. Ну, плюс там я его таргаю в инстаграме. В общем, как-то пошел на уступки сделать красивый смайл американу. Я надеюсь, я не надеюсь. Я прям себя вижу с этим смайлом. У меня, девочки, по-любому повысится самооценка. Это по-любому. Она завышится у меня. Мне и так, знаете, у меня очень разный пофигизм. Сейчас. Да, работает просто. У меня и так чувство пофигизма очень развито. А так оно у меня будет еще более. Поднимет меня еще на ступеньку выше. Если не на 5, то на 7. Мои любимое, что 7 на 7 ступеньку выше меня поднимет. Это по-любому. Вот. Потому что я сама по себе хохотушка. У меня даже есть видео на ютубе. Называется «Украденный смех». Потому что я из-за того, что вырвала вот эти вот зубы, здесь у меня выпала... Здесь у меня стояла фикса. Она у меня выпала, коронка. Но, в принципе, мне как давали гарантию ее на год, так она у меня через год и выпала. И от того, что вот эти вот зубы у меня, получается, передние я ем, ела, и они у меня начали стираться. Немножко здесь подстерлись. И они как-то просвечиваются. Вот на фотографиях они как большие какие-то, как синие. На самом деле, конечно, я переувеличиваю. Может быть, их можно было бы делить, допустим, там, и улыбаться дальше, да. Единственное, что смещала вот эта вот дырка, я все время рот упрековала рукой. Другие не парятся. Другие улыбаются на все свои 36-48 год. Я одна из тех, которые я парила. Вот. Или все время тогда смеялась. Я вот так вот снимала и отворачивала голову, чтобы на фотографиях я сюда с этой стороны стою, чтобы не было видно. Вот. Ну, опять же говорю, подождите. Надо было ответить. Кстати, звонил зубной врач, перенес на час дня. У меня было на два, перенесли на час-два. Там будут... Перенесли на час, будут снимать швы, как я понимаю. И, наверное, будут... Не наверное, а точно должны сюда убить еще один имплант. Короче, в общем, хорошо, что Роксана рядом. Я все время, когда, ну, не знакомые номера, я сбрасываю. А тут прям ответила. И сейчас тут куда? Хорошо, что это... Зачем мне? Лучше бы Юле перезвонили, сказали. Я все равно не разговариваю. Зачем мне звонить? Ну, ладно. Взяли мой номер телефона в клинике. В общем, вот эти вот деньги мне надо будет заплатить. А, по поводу того, что я вот, значит, парилась. Теперь, конечно, я сама по себе хохотушка. Очень... Ну, у меня бывают минуты слабости, минуты падения, вы знаете. Ну, как у всех у нас, да, там какое-то... Я стараюсь... Последнее время, кстати, особенно вот этот вот год, я стараюсь особо не очаровываться, чтобы меньше было разочарований. И у меня, кстати, это получается, в принципе. Не, ну, как меня подшатывает там некоторые ситуации. Но, в принципе... Я сейчас не говорю о детях, я говорю о своем личном там... О каких-то переживаниях. То, в принципе, я начала справляться вот с этим. Вот. Если бы он поставил, так, чтобы не держать его. Ну, ну-ка, если я с ним козакую, переверну я шубас поставить. Сейчас, девочки. Вот. Поэтому по поводу зубов, естественно, у меня... Сейчас. У меня вот это вот все должно, по идее, хорошо пройти. В том плане, что я буду... Так как я хохотушка, буду так... Так как я хохотушка, это мне даст возможность еще более меня себя проявлять. В том плане, что я буду рыготать вот так вот. Ха-ха-ха. При этом руки будут жестикулировать вообще свободно. Жить свободно от моего рта. Вот. И здесь я буду вытасовывлена. И другие совершенно будут эмоции на лице. И вообще, даже самое главное, это не красота, а здоровый, да? Здоровый рот. Потом еще и красивый, и все остальное. Жалко, конечно. С одной стороны, спиливать свои зубы. Потому что, когда он меня посмотрел, он сказал, что для моего возраста, имея трех детей, шикарно просто сохранили все зубы в состоянии. И надо было вообще эти не удалять. Зачем кто сказал, ну, так получилось, уже удалили. Вот. И единственное, что так как начинаю... У меня мини-пауза, я же делала тесты, я не беременная. И от того, что, как я понимаю, мини-пауза, и потом этот климакс уже не за горами. Как бы мы не хорошились, и я тоже это, как ни странно, с этой стороны экрана это понимаю. Вот. Но я не борюсь против природы, как там некоторые говорят. И она боится. Да не борюсь я против природы. Господи, это люди, которые просто хотят побольнее уколоть, но со мной это невозможно. И я понимаю, что, конечно, этот кальций из организма будет еще в лучшей степени выводиться. Поэтому, наверное, пусть эти виниры уже и стоят. Потому что свои уже потом, если пораскалываются, уже не на что будет ставить. Вот. Это, короче, вступление. В общем, пришла, что я к нему села в кресло. Пришел. Готово руки целовали медбрату. Это не медбрат, это был хирург, главный доктор этой клиники. Потому что это с другой клиники вызывали другого доктора. Он ему ассистировал. Это все прошло. Значит, девочки в инстаграме особенно очень много комментариев. Классно. За поддержку. Огромное спасибо. Вот. И многие говорят, Марина, боже, говорит, ну, все, ты скоро будешь. Вообще, дело в деньгах. Если бы деньги были, это бы все было бы, процесс бы намного бы быстрее проходил. Для того, что, типа, надо по частям. И это я делаю сама. У меня нет помощников. Поэтому, естественно, это немножко затянется. У меня, кстати, есть там сборно. Я оставлю ссылочку. Если кто-то хочет мне действительно помочь, чтобы это побыстрее было, я знаю, что вы можете. И люди, которые даже с удовольствием помогут, можете туда какую-то копеечку сбросить. И я прям буду рада. Прям за мою голливудскую улыбку. А я за вас буду улыбаться. Чаще намного. Вот. И. Было страшно. Вот, девчонки, самый главный вопрос. Марина, нам тоже это все предстоит. Мы так это все боимся. И что, какая ты степень хаврит. Если ты туда пошла, мы точно уже сможем, девчонки, пищу дать. Расскажи, что как. Девочки, самое страшное было, это вот когда вот путь в неизвестности. То есть вот ты сел, и ты понимаешь, что у тебя что-то там, я понимаю подсознательно, что это будет какой-то разрез, что-то туда будет вставлять. Я специально не смотрела это ни в ютубе, ни в тиктоке, ни в сам процесс, потому что я бы туда не села в то кресло. Поверьте, я падаю в омороке. Так получилось, что когда я села, начали делать этот укол. И когда начала, один шприц, второй шприц, оно-то не больное. Но когда начало само неметь, у меня поднялся, это, наверное, адреналин называется, не знаю. Поднялось вот это вот чувство тревожности до такой степени, что у меня, а он говорит, типа, а сейчас говорит на анестезию, типа, там уйдет где-то минут 10, и начнем делать. Вот. Ну и ушел. Осталась Роксана, и Роксана такая, говорит, и я пойду. А я чувствую, что все, меня, бля, кидает все. Ну, я сейчас упаду нафиг в оморок, мне плохо от неизвестности. Красиво. Спасибо тебе большое, эта страна, за то, что ты даришь мне новые возможности. Огромное спасибо Юлии Сергеевне, вообще. Огромное спасибо Роксане, которая переводила, докторам, которые взяли. Вам огромное спасибо. Это среди прям огромная лавка, да, прям, как это говорится. Я рожаю благодарность вселенной. Я прям вся в надежде. Вот. И значит, что? Роксана такая, говорит, и я там куда-то там она пойдет. Я ей прям, там есть видео, но я, наверное, его не выставила. И там есть прям, я говорю, доктора, позвоним, неплохо. Мне начинают тряситься. Руки, и сердце очень сильное. Прям вообще вот так вот, как будто сейчас тебя вот так вот начнет бросать. Жарко, уже такой ступень, я испугалась. Вот, потом, когда начали делать, я думала, что так, я буду глотать нос забитый, глотать. Они еще говорят, старайся, чтобы струни меньше было, старайся меньше глотать. Вот. И я потом уже, когда на видео посмотрела, как они этот рот раскрывали. Вообще, шесть. Я видео, которое выставило на ютубе, я вот даже не пересматривала. Вот снимала Роксана, все, что она сняла, я соединила в кучу, выпулила и даже не пересматривала, потому что я потом это пересмотрю. Все, потом, что ты чувствуешь после того, когда там уже ты не чувствуешь, разрез, действительно, ты не чувствуешь. Единственное чувство, что было, было, как бы, казалось, что заполняют, как бы, каналы. Наверное, чистили кости, мне шкаф сказали, что, типа, зубы вырваны давно, что кость опустится, будет тяжело до кости, надо будет кость наращивать. Я потом уже, когда мне все сделали, спросила у Роксаны, она спросила у доктора, он сказал, нет, там все замечательно, шикарная кость, и никуда никто эту кость не искал, все там, прям, вот, оно все, прям. Красиво. Вообще, когда косты, это, мне разговаривают, и в машинах музыку выключают. Красиво, как тут вот. Не забыла, как словно. Ну вот, и что, и вот я села, порез, как бы, Дисней, он не чувствуется, почувствовался, что как будто есть какое-то вмещательство, как будто, вот, как будто каналы, да, как будто заполняют, все. А они же там, я так понимаю, рубили, наверное, эту кость, наверное, туда вставляли металл, наверное, его, наверное, как-то на цемент цепляли, я так понимаю. Вот, где-то длилось это минут 30, не больше, где-то минут 30. То есть, в принципе, можно было даже вот расслабиться, вот, не сжимать там ни кулаки, ничего, потому что, ну, в принципе, просто ты слышишь, что там идут работы, там, что-то там иногда, там, я сейчас говорю с вами немножко так, как чувствую это. Вот, вот, потом чувствовалось единственное, что когда включили дрель и начали дрелить вот эту вот саму кость, я так понимаю, для самого этого импланта, наверное, то такое впечатление, что взяли копилочку, в копилку положили мелочь и вот эту вот копилку вот так вот, знаете, типа встряхнули. То есть, казалось, как будто вот тебе прям в мозгу, вот это вот прям было совсем неприятно, так чувствую, что тебе прям в мозг, вот прям в мозг дрели, когда ты боль не чувствуешь, а на самом деле тебе прям в копилке вот об мозг перешатывала. Тоже длилось, это там пару минут, все, потом чувствовалось, когда зашивали, то есть, а, потом я понимала, что там что-то вилчивает, потому что рука работала вот так, я понимала, что это какая-то, как резьба. Все, и потом ты понимаешь, что тебя зашивают, потому что это нитка, и она резала, рот сильно растянутая была, они еще просили его пошире открыть, и резала, ну, рот, естественно, на снизине. Все, длилось 30 минут, матку положили, и сказали, что через, да, это мушка прилипла, через час, чек-мат, через девочка сегодня, девушка. Вот, и я уже разбираюсь, что такое чек-мат. Это, посмотри, мушка, зараза. Вот, и все, и потом дала, я на 300 лир с чем-то купила, значит, у меня вошло ополаскиватель, один, у меня получилась одна упаковка от УКО, я, кстати, ее только один первый день выпила, все, больше я не пила эти дни, а вообще обезболивающе. И антибиотика, надо было против 2 дня, и одну таблетку Долгон, которую, типа, ты выпьешь, там, после еды, я после еды, и все. У меня аппетит, шикарный аппетит, хотя он сказал, есть надо там супчики, губчики. Так как у меня на эту сторону, на эту десну, у них еще никакой операции не было, я ела, я пришла и ела, прям как для себя. У Юлия Котлеты, это самые любимые котлеты в мире, с чуле их ела, наверное, с рисом. Ой, еще и огурец, все, я ела на эту сторону, потихонечку, потихонечку, потому что он сказал, чтобы там ничего не попадало. Я очень еле наела, и ела на эту сторону. На следующий день потом полоскала, потому что он мне дал, все. А фейсбол я не пила, вот я первый день его выпила, когда, и что, я не знаю, может быть, надо было, можно было бы его и лечить, потому что я не чувствовала боли, немножко подтягивала десна, она прям тянула, подпульсировала. Но я люблю спать на желтень, я все время на эту сторону сплю, потому что я срюха, чтобы на нее не дышать. И даже, наверное, я думаю, что я забывалась и на эту сторону, это. Сейчас у меня ничего не болит, опять же, безболивающе я не пью. Сегодня у меня крайняя таблетка, опять же, получу этот рот после еды, там, после всего, на эту сторону. И вот она вот так вот, смотрите, щека вот эта вот припухла, если трогать ее сильно, даже немножко, то есть она не болит, просто вот она припухла. Но он ей говорил, что даст отек, потому что, ну, это десна, там, кости, все остальное. То есть у меня ничего не болит, слово совсем. Просто что в первые, на следующий день, в следующие сутки она немножко так пульсировала, но она никакого не давала диспофорта, вообще. Никакого не давала. Не, ела я вообще вчера, у меня вообще такой птик был, я ела, наверное, каждые три часа. Может быть, это таблетки, но я ела и спала, мне хотелось спать. То есть я ела и в сон, ела и в сон, ела и в сон. У меня прям конкретно, я прям спала вчера целый день. Еще я говорю, давай куда-то там сходим, я говорю, нет. Не могу, потому что прям хочется лежать. Сегодня уже настроение другое, и все. И вот я отнесу ему деньги 2-го числа. И как раз, я так понимаю, на эту сторону, когда уже, тут, наверное, что снимут, а здесь сделают новый жтитель, потом с ним ходить там месяц, по-моему, он должен заживать. И по идее, как бы, они могут, я так поняла, сразу приступить уже к винирам. Но опять же на эту деньги. Как только будут деньги, будут у меня. Все, опять же, говорю, девчонки, мальчики, мужчины, я ставлю ссылочку на мой этот монеграм. Если кто-то хочет, хотя бы там по рублю закинуть, буду благодарна прям реально. Спасибо, я знаю, что когда я прошу о помощи, вы мне помогаете в большинстве случаев. Вот, поэтому все денежки уйдут на мою мечту. И я, бляха-буха, как же я долго об этом мечтала. И сейчас, когда уже пошла работа, я вот думаю, почему бы это можно было сделать 10 лет назад, и я бы 10 лет назад была бы еще счастливее, чем я была. Вот, все упиралось в деньги, и, видите, как посили вместе начали. Вот, извиняюсь, не было бы, что этому круто-круто. Я знаю, что настанет тот день, когда я выйду от доктора с белоснежными, здоровыми, красивыми зубами. И у меня, наверное, лицо поменяется, лице и поменяется. Потом, конечно, в планах хочется, конечно, доделать уже эти брови, оформить брови, потому что мне еще один лазер нужен. Вот, все упирается в деньги. И, конечно же, сейчас начнете сказать по поводу женихов, пожалуйста, еще не пишите. Это не те женихи, у меня не те мужчины, у которых сами мне захотят... Вернее, так скажем, они не плохие мужчины, вообще все, которые меня отбужали в моей жизни. Просто я была не та женщина, ради которой я хотела что-то делать, и все. Все мужчины, которые у меня были на моем пути, в моей жизни, это самые прекрасные, если бы Вселенная ко мне посылала, самые прекрасные, самые добрые, отзывчивые, любящие мужья и отцы. Просто я не та женщина, ради которой я хотела что-то делать. Не потому что я плохая, или там они... Нет. Просто мы разные, и я не та женщина, ради которой я что-то хотела сделать. Я уверена, что у всех этих мужчин, парней, там, не знаю, сожители, после меня появились женщины, ради которых они живут, красят стены, покупают новые диваны, дарят им машины и огромные букеты цветов. Страдаю ли я от этого, от этих мыслей? Нет. Я так привыкла жить, я не знаю, как жить по-другому, поэтому я привыкла жить так, что все время я сама, и я не знаю, как это по-другому, когда это кто-то делает за тебя. Вот, понимаете, мне очень хорошая мысль сказала Татьяна Дмитриевна, Юлина мама. Татьяна Дмитриевна, вам привет. Она мне сказала, что ты паришься, если ты привыкла к всю жизни, что ты всю жизнь одна за себя платишь, за себя думаешь, за себя реализуешь сама. А это почему сейчас, ну, типа, надо как бы париться, чтобы кто-то тебя не хочет реализовать все твои мечты. Живи точно так же, как ты жила. Если ты привыкла реализовываться сама, ну, нет, ты человек, который может тебе помочь. Ну, что ты паришься, ну, надо париться, сегодня живи, потому что прошлого не вернуть, о будущем мы не знаем, мы не знаем, что будет даже через минуту, поэтому живи вот в эту минуту. И кайфуй именно сейчас. Вот, так что я ставлю ссылочку, если кто-то хочет помочь, я буду благодарна. Я потом отчитаю, если действительно у меня будет падет сбор, я потом это отчитаю перед вами, пока я насобиралась тебе на зубки. И я верю, что будет тот день, когда я... А, еще я же говорила, что крови надо привести в порядок. Вот, ну, подтяжку, я не знаю, подтяжку лица, мне кажется, что... Я понимаю, что, ну, там, что-то, ты поехала. Ну, это какой-то, это по шарте, а вот здесь делают, он просто уже поехал, и на лето было десмысленно его ставить. Вот, а под саму подтяжку лица, я не знаю, что до такой степени все повисло. Ну, я не знаю, я в себе не вижу этого. То есть я понимаю, что я старею, взрослею, ну, не простила слово старею, взрослею, и я себя воспринимаю такой, какая я есть. Ну, я знаю, что я выйду, а, еще следует на вечер веку убрать, вообще, было бы, чтобы поддерживать свою красоту. С фигурой у меня и так все нормально, можно лучше, но у меня это все устраивает. В общем, я счастлива в моменте, вам огромная благодарность за поддержку, вообще, я сама уже что-то, потому что этот день, когда я так буду сидеть, просто умбаться, жестикулировать в камень, не просто там вот эти губки поджимать. Наверное, еще, наверное, губы, наверное, здесь, потом, когда зубы будут, вот, отколю немножко, потому что, когда мне косметолог говорила, говорит, я бы тебе немножко подняла бы, вот здесь кончики начинают от старости опускаться вниз. А я говорю, ну, а смысл какой, я говорю, если нет зубов, она говорит, да. Поэтому, я думаю, когда здесь стану, здесь все, рот где-то красивый, я буду с вами вот так разговаривать и смеяться буду вот так. Буду смеяться на весь рот, а это придает только еще больше эмоций, и моей энергии вы будете еще больше получать, потому что одно дело, так просто пошутите скромно, там, в ладошку посмеяться, а это уже все. Это уже откроется второе дыхание, а второе анима, и я уже буду смеяться, и моя самооценка поднимется по-любому. По-другому, чтобы самостоятельно спешить. Вот, волосы, и волосы, там, не цепляйте, вот, девочки, я могу их не цеплять, но мне тогда надо покрасить корни, потому что я не привыкла ходить, что на голове пол такого цвета, пол такого цвета, пол такого цвета. То есть, я, вы же знаете, даже короткие стрижки, меня видели много раз, у меня всегда были покрашены корни, хорошо, у меня здесь, я же говорю, ни утюжка, ничего нету, и вообще, кошмар. Так что мы сейчас делаем с вами вот этот инплантик, и документы я подаю на турецкие документы, и сразу я уезжаю в Италию. Вот, иду в Италию заниматься своими делами, драйд, свою хату, амбоса. Вот такие дела. По поводу Карла, опять же говорю, он начал свою жизнь самостоятельно, я за него очень рада, скажу чувства, что внутри где-то ёкает, по-любому она ёкает, чувство собственности никто никуда не девал. Хотя сейчас скажу, опять же говорю, это я говорю для нормальных людей, я не говорю для тех, которые, ой, сама там гуляет, а у нее чувство собственности. Я вам рассказываю свои мысли, которые есть у меня, то, что я пишу. Ну вот сегодня его нормально, ходил в Джаде в гости, тусил там какие-то мушки, или мне кажется, тусил там с девчонками, танцевал, пил вино, ел, ему Джада подарила машину. Это уже в другом видео. Вот, так что, все очень прекрасно, замечательно. Еще там у нас есть семейные новости, о которых я не могу говорить, это не моя информация. Но потом со временем я вам скажу вообще. Я офигела, но, опять же говорю, я за этот год настолько себя мне дала Турция пересмотреть, особенно вот мой роман с бароном, он мне дал настолько прострадать, вот это вот чувство, которое, оказывается, во мне есть, и присуще вот этому чувство ревности, страсти, любви. Я почувствовала с этим молодым парнем, вот, и, блин, я так благодарна от любви, что у меня это было. То есть я поняла, что на самом деле я еще не в той стадии, что типа, ну и хорошо, ну и дома, как бы там, какой-то там есть, может, что похрапывает на старом матрасике, пусть он будет. Я поняла, что есть у меня еще эти желания эмоциональные, по мне еще, то есть, еще бурлит внутри, то есть оно еще там не засохло, то есть нет такого, там, там нафиг надо, нифига. Если ты можешь любить, если ты можешь переживать чувство страсти, то это круто. Что, Зай, все, идем. Все, девочки, вам все пока, Ксюшечка, иди всем девочкам помаши, до свидания. Так что скоро будут новые зубы, будет красотень, красотельная, да? Я, говорю, девочкам помаши, позанималась. Она мне сегодня приносит с балкона, от Марина, посмотрела на фотографию, говорит, ассоциируется с твою. Мне так стало приятно, там такие зубы, да? Все, девчонки. Все, мы побежали, потому что нам еще надо забежать с трактаной в одно место, надеюсь, я сегодня пополню свой интернет. Девчонки, позыв, начинайте, мальчики, мужчины, если начала я, то у вас вообще, если плохо, у вас все получится, потому что у вас есть, во-первых, денежная возможность, и после меня, посмотрев на такой суток, как я, у вас есть и моральная сторона. Вот, поэтому, чем раньше начнете, девочка сказала, говорит, Марина, в 36 лет я уже не могу улыбаться, я стесняюсь. Начинайте делать. Это будут потерянные и вырванные годы, как у меня. Это хорошо, что я такой оптимизм и с повышенным институтом призма, что как-то я все равно была счастлива не в моменте, а счастлива в всех этих годах, что у меня не было рта, которого мне хотелось. Вот, поэтому начинайте заранее, девчонки, начинайте, вкладывайте в себя, в свою красоту, в свое здоровье, это самое главное. Вне зависимости, замужем вы или нет, а если вы вообще не замужем, это вообще самооценку поднимет, и уверенность у нас будет совершенно другая. Поэтому я только руками и ногами. Вам заранее уже спасибо, может, пока, если девочка захочет помочь на зубки, я буду благодарна, я потом отчитаю за каждую копеечку, всем прочитаю, что и там. Вот, так что будем делать красивые, а потом постепенно, постепенно приведем себя все порядочным, будем порядочным. И больше ничего не надо. Будь здоровым, красивым и счастливым. Поэтому такое пожелание, что всем добра, здоровья и пусть мечты у каждого сбываются. Я уже первый шаг сделаю, это плохо, не знаю, может быть, это очень даже сильно, вот если вот прооперируют эту, это еще не сойдет, вот это уже будет проблема, кушать, да, уже не поживо, это одну сторону. Ну, пострадать сможет, ну, не болит ничего, то есть я сейчас за бейсбол, а ничего не болит.